Радио Зоды с помощью читателей выяснила личность одного из убитых на военном полигоне под российским Белгородом. Ранее российские СМИ со ссылкой на власти сообщили, что в результате, по их словам, теракта на полигоне западного военного округа, совершенного двумя гражданами одной из стран СНГ, погибло 11 человек и ранено 15. Источник радио Зоды в правоохранительных органах России подтвердил личность убитых. Тоджидин Аминзода, отец Эхсона, сотрудник администрации Хатлонской области, в телефонном разговоре с радио Зоды 17 октября подтвердил гибель сына и сказал, что в данный момент чувствует себя плохо и не может разговаривать на эту тему. Другие близкие 24-летнего Эхсона Аминзода, гражданина Таджикистана, сообщили в беседе с радио Зоды, что он находился в Москве на заработках, а именно работал в одном из московских ресторанов, и у него не было намерений участвовать в войне в Украине. Эхсона Аминзода, по словам родных, исчез 10 октября у метро Люблино в Москве, а 16 октября российские власти сообщили его родным о его гибели. Фируз Аминзода, родной брат Эхсона Аминзода, в беседе с радио Зоды из Москвы сообщил, что Эхсон 7 месяцев назад приехал в Россию. По его словам, у Эхсона не было российского гражданства, он работал по патенту. Фируза уже вызвали в военную прокуратуру, где он сказал, что ему совершенно неизвестно, каким образом Эхсон оказался на полигоне в Белгородской области. Он сказал, мой брат не был террористом, он был простым мигрантом, который хотел заработать на жизнь. По его словам, последний их разговор состоялся вечером 10 октября. Эхсон позвонил брату и сказал ему, что поедет к друзьям. С того вечера телефон Эхсона был недоступен. Фируз Аминзода заявил нам, мой брат не был радикалом. Один из друзей Эхсона на условиях анонимности сообщил радио Зоды, что у него не было намерения участвовать в войне в Украине, а хотел заработать денег, вернуться на родину и сыграть свадьбу. По словам друга Эхсона, все друзья и знакомые в шоке. По его словам, они искали Эхсона и думали, что он находится у кого-то из друзей или, может быть, даже вернулся в Таджикистан. По словам друга, Эхсон был обычным светским парнем и ничем не отличался от других молодых людей. По словам друга, был бы он исламским радикалом, то никогда не работал бы в ресторане. А пока, по информации Минобороны России, вечером 15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ был совершен террористический акт. По заявлению российских военных, в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами добровольно, изъявившими желание участвовать в специальной военной операции, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения. В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Ответным огнем двое террористов уничтожены. Именно так говорится в сообщении военного ведомства России. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в Ютьюбе, что огонь открыли «добровольцы» из Таджикистана после спора на религиозной почве. Агентство Reuters со ссылкой на Алексея Арестовича сообщило, что Таджикистан является преимущественно мусульманской страной, в то время как большинство россиян имеют христианское вероисповедание. Власти Таджикистана сообщили, что расследуют факт причастности гражданин иностранных к нападению в Белгородской области. Управление информацией МИД Таджикистана 17 октября сообщило радио ЗОДИ, что этим вопросом в настоящее время занимается посольство Таджикистана в Москве.